На территории республики зарегистрировано порядка двух тысяч некоммерческих организаций. Из них только около 500 являются социально ориентированными. Проще говоря, они имеют право претендовать на гранты для развития своих общественных программ. Оформление заявок в специальных ресурсных центрах в разы увеличивает возможность получения финансовой помощи. С успешной работой одного из них вас познакомит Марьяна Кутукова. Антонина Михайловна занимается общественной деятельностью с 2008 года. Обратившись в прошлом году в ресурсный центр целевого фонда будущих поколений, она уже защитила и получила гранты по двум проектам. В этом году, благодаря грамотной работе специалистов ресурсного центра, в Хангаласском районе будет реализован проект «Слава труду», в рамках которого молодежь на практике будет изучать и готовить материалы о выдающихся личностях наслега. Сегодня Антонина Михайловна снова пришла в ресурсный центр, чтобы оформить проект на получение президентского гранта. Наше направление – это увековечивание наших предков, которые работали в совхозах, МТС нашего актемца и вообще Хангаласского улуса. Ну и еще написали мы проект президентский, вот отправили, где-то через два месяца будет известно. Это в этом плане грамотно очень Ирина Геннадьевна работает в ресурсном центре, к которому я обратилась. Вот два проекта с ней сделала, очень грамотно, четко, то, что нам очень много помогло. И я думаю, что еще буду обращаться. Сегодня ресурсный центр фонда будущих поколений находится в самом центре города. Здесь можно не только подготовить заявку на конкурсы грантов и субсидий, но и проконсультироваться по многим другим юридическим вопросам. К нам обращаются за консультациями по вопросам разработки грантов, по вопросам бухгалтерской отчетности, по вопросам отчетности в целом, налоговую, различные фонды социального страхования. Также обращаются по поводу регистрации некоммерческой организации и отчетности в управлении Министерства юстиции. Кроме того, мы проводим различные семинары. Семинары у нас бывают как выездные по районам республики. Кроме того, мы привозим различных тренеров и лекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Помимо этого, ресурсный центр предоставляет общественникам бесплатное помещение для проведения мероприятий. Отметим, что ресурсный центр сегодня полностью оправдывает свою деятельность. Он является лидером по получению грантов Министерства по развитию институтов гражданского общества Якутии. Марьяна Кутукова, Семен Афанасьев, НВК Саха, Якутск.